здравствуйте подписчики и гости моего канала сегодня расскажу вам от чего бывает пересортится и почему покупные растения которые вы покупаете осенью у вас не приживаются вымерзают портятся в общем гибнут есть несколько причин почему растения у вас купленные вами могут погибнуть первая причина если растение было подкормлено азотными удобрениями то есть вот например вот такие азофоска вот видите азотное удобрение часто гранулированные дорогие удобрения не используют для того чтобы удешевить продукт и либо чтобы заработать на данном растении максимальное количество денег дорогие гранулированные удобрения осмокот базакот не используют используют вот такие вот азофоска например она стоит где-то порядка 72 рубля по моему 72 рубля она стоит приобретают столовую ложку по кругу рассыпают и ну вот например вот так вот раскрывают по кругу обсыпают и земелькой так прикрывают вот сейчас август месяц сейчас идет пересадка растений из горшочков p9 и горшочков вот таких вот 02 вот таких горшочков укорененные черенки пересаживаю вот в такие в трех литровые горшки часть растений которые были в литрушках также пересаживаю вот сюда то есть с хорошей корневой пересаживают люди сейчас август месяц уже и скажем не август конец июля завтра уже 1 августа ну скажем так август на носу и особенно в средней полосе россии садовые центры либо люди которые просто хотят продать что был товарный вид у растения они берут и сюда насыпают вот азотные удобрения гранулированные поливают азотными удобрениями растение максимально идет рост максимально красивая становится в осиね она продолжает расти и осенью продолжает расти хотя растения к осени уже должно готовиться к зимовке то есть уже должны вызревать у него побеги и так далее он должен потихоньку нужно ему не азот а фосфор калий вот такие вот препарат но подкармливают азотом потому что это один из самых дешевых препаратов и максимально получают за сезон товар, скажем так, товарного вида. Знают, что производитель вот такие растения сдаст в садовый центр, садовый центр его за осень продаст. А там неважно, эти растения готовы к зимовке, не готовы к зимовке, это абсолютно никого не волнует. Волнует максимальное количество, что человек получит денег. И человек приходит, растение, грубо говоря, годовалое растение, то есть, грубо говоря, угорененный черенок, вот посадили сразу в трешечку его, засыпали азотными удобрениями и поливают его. Все, оно поступило в садовый центр, в садом центре его поливают, оно растет, имеет хороший красивый товарный вид, хорошую сочную зелень. Представьте, в октябре месяце растение растет и имеет такую хорошую сочную зелень и все. Да, товарный вид красивый, естественно, покупатели клюют на товарный вид, приходят, берут это растение, приносят, высаживают у себя в огороде, на участке. Растение продолжает дальше расти, потому что оно напиталось азотными удобрениями. Начиная, продолжает расти и, соответственно, в зиму растение уходит с молодым приростом. Этот молодой прирост от сильного мороза часто страдает. И к весне растение такое выглядит либо очень плохо, либо практически к весне оно не отходит. То есть сиреет, коричневеет, желтеет и погибает такое растение. Люди идут дальше, идут в садовый центр, покупают и так далее, и так далее. И по-новому, по-новому потом убеждаются, что не судьба им выращивать, потому что рука у них не легкая, не легкая рука и так далее. Разные всякие причины придумывают, что вот у тебя растет, потому что у тебя легкая рука, а вот у меня не растет, потому что не легкая рука. Ну, всякие вот такие вот, ну, бред, скажем такой, люди говорят. Поэтому вот это одна из причин, почему это может быть. Вторая причина. Растения, поступающие в садовый центр, идут в помещении, и в помещении они продаются практически там до, чуть ли не до января месяца, до конца декабря продаются в тепле. Соответственно, уже они, в принципе, подготовлены. Если все хорошо, они купили, растения подготовлены к зимовке, и представьте, оно попадает опять из прохладного, с прохладной улицы, да, или с прохладного питомника, попадает в садовый центр, там, где тепло, там, где уже начинают включать отопление, где нет сквозняков, где нет ветра, растение начинает расти, начинает давать молодой прирост. Да, эффектно, да, товарный вид красивый, свежая зелень, и все, люди покупают, также приносят, сажают, также растение вздыхает. Вот, поэтому так делать не нужно. Если вы хотите вырастить у себя на участке растение такое, какое вы хотите, чтобы оно было, перезимовало хорошо, было качественное, либо растение вы покупаете, сажаете весной, вот, либо, допустим, в мае месяце, скажем так, да, сажаем, и уже тогда в грунте, ну, соответственно, уже так, азотные удобрения, уже к осени, нормально растение у вас, оно уже выйдет из почвы, и ваше растение нормально перезимует, то есть подготовится к зимовке и так далее. Можете использовать калийные удобрения, кто-то использует залу, в зале тоже содержится очень много калийных удобрений, кто-то там банановые шкурки наставит, кто-то калийные гранулированные удобрения использует, кто как удобряют, и, в принципе, растение, даже без удобрения, растение нормальное, купленное весной, оно приходит в, ну, к зимовке нормально готово. Другой вариант, более интересный, если вы хотите посадить растение осенью, растение такое нужно приобретать у питомника, в питомнике, у хороших, проверенных питомниководов, которые вот занимаются выращиванием, сами размножением занимаются, не перекупы, которые купили там где-то на перепродажу, пересадили там больше, ну, лучше всего покупать в питомниках, которые люди сами выращивают, сами размножают. Вот такие люди следят за своим именем, даже вот частники, у которых, ну, допустим, вот, видите, у меня, я выращиваю. Люди знают, где я живу, люди знают, знают, можно прийти, там где-то что-то, где-то что-то не растет и так далее. Ну, зачастую у людей не растет, потому что один мне из подписчиков, точнее, клиентов моих, сделал посадку у них, у него купресоцепарисов, там у меня есть видео, купресоцепарисы трехметровый человек купил, сразу захотел, чтобы красота была, я ему посадил, полил, ну, это, в принципе, логично, что свежепосаженные растения необходимо поливать. Человек сам себе придумал, что я ему, оказывается, сказал, что два месяца растения не надо поливать, в лето, представьте. Я знаю, что я такого бреда сказать не мог, но человек сам себе выдумал, сам себе внушил, не знаю, и пытался внушить мне в том, что вот я ему сказал, что два месяца растения поливать не надо. Вот, не знаю, откуда у него эта информация, и в итоге практически там 80% этих купресоцепарисов у него просто погибло. Вот, поэтому, прежде чем заниматься и выращивать растения, нужно в этом хотя бы маломальски разбираться. Тогда будет хороший результат, тогда у вас растения будут расти. И дело тут не в легкости руки, а любое дело, которым начинаете заниматься, начиная от выращивания растений до, там, чем-то, каким-то бизнесом и так далее, лучше всего в этом хорошо разобраться, прежде чем этим заняться. Вот, это такой момент. Второй момент. От чего может быть пересортиться на растениях? Пересортиться на растениях может быть, когда человек, ну, скажем так, даже вот в питомнике, да, человек выращивает, не особо разбирается в растениях. То есть, в принципе, ни в сортах, ни в, скажем так, в разновидности растений не разбирается. Вот он купил кедры, кедровые шишки, да, прислали ему эти шишки, допустим, как кедр гималайский. По сути, это пришли ему шишки не кедр гималайский, то есть там собирали какие-то дети, еще что-то. В общем, шишки, допустим, кедра ливанского или кедра атласского, да, он все вместе закидал, семена в это самое распределил, написал кедр гималайский и все и продает, по почте отправляет, как кедр гималайский. В итоге человек высаживает, думает, что он высадил кедр гималайский, выращивает его, а по факту получает кедр ливанский, ну вот, вот такого плана, и кедр атласский получает и так далее. Вот, поэтому в этом, конечно, нужно разбираться. Лучше всего семена собирать самому. То есть, пришли, увидели дерево, определили, что это за дерево, ливанские, это атласский кедр, подписали пакетик, в этот пакетик собрали самостоятельно семена. Так будет намного лучше. Тогда у вас не будет ни пересортицы, ничего. Таким же способом происходит, когда люди хотят, допустим, выращивать черенки, ну, из черенков винограда, допустим, саженцы. Да, бизнес интересный, да, и бизнес хороший. Грубо говоря, черенки вы покупаете, допустим, 20 рублей, 30 рублей черенок, да, получается. И за 300 рублей уже готовый саженец продаете, выращенный из этого черенка. Укореняете его, сажаете в стаканчик. Ну, вот, допустим, вот такого плана стаканчик. Выращиваете и продаете. В течение месяца вот у вас выхлоп, ну, приличный выхлоп. Грубо говоря, с 20 рублей черенка вы получаете там 300, да, или 200 рублей, допустим. Да, там, ну, приличный, тысячу процентов, да, получается, выхлоп. В 10 раз, скажем так. Интересно, классно. Но часто люди кладут не те черенки, еще что-то. Особенно разные перекупы, которые приходят, режут, где-то что-то там не так промаркировали. Ну, в общем, иногда бывает человеческий фактор. Просто человеческий фактор. Вот, можно ошибиться. Поэтому лучше всего, если занимаетесь чем-то, занимаетесь черенками, занимаетесь, допустим, со своего винограда берете черенки, занимаетесь выращиванием растений. Имейте свои маточники, берете со своих маточников также черенки, семена и так далее. Потому что сколько раз я тоже семена покупал, подсовывали не те семена, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Потом приходилось разбираться, смотреть, искать в интернете, что это все-таки растения, ну, и так далее, и тому подобное. Вот. Поэтому семена, в принципе, я собираю не сортовые, видовые собираю. Поэтому даже вот мне подписчики пишут, а что за сорта у вас олеандр? Сорта у меня, не знаю, что за сорта. Скажу так, я собирал и с розовых олеандров. Могу показать фотографии, я снимал видео взрослых олеандров, цветущих у меня розовыми, обычными цветами цветут, крупные такие розовые цветы, цветут мои олеандры. Это сеянцы, вот, в основном так. Сортовых конкретно у меня олеандров нет, то есть, чтобы сказать, я где-то сортовые собирал, еще что-то нет. Вот у меня вот такие. И тоже, выращенные из семян, не факт, что они будут розовые. Они могут быть красные, они могут быть розовые, они могут быть еще какие-то. Потому что из семян я уже показывал, что происходит выщепление из семян. Что по кипарисам я показал, что бывают и желтыми кончиками кипарисы вертикальные. Что бывают, допустим, там, ну вот, например, вот я показывал болотный кипарис. Вот, смотрите, три года болотный кипарис. Вот так вот он растет. Вот каждый год он дает вот так вот, вот такой прирост. Все, больше он не растет. Я его уже пересадил в пятилитровый горшок, в новую землю, все. Вот, вот так, все, вот каждый год он нарастает вот так вот бугорками, вот таким вот. Вот так. И все, вот, вот, вот так вот растет вот это растение. И у меня вот из семян в этом году получилось вот, вот то же самое. Вот, видите, то же самое. Такие же растения Пересадил отдельно, так же буду наблюдать Скорее всего какая-то карликовая интересная Разновидность будет, интересная форма В общем слежу, наблюдаю Поэтому пересортиться Может быть от вот этого От незнания людей, которые Занимаются От неправильной маркировки То есть вот В питомнике человек Который занимается этим питомником Владелец питомника нанял Или управляющий питомника Нанял людей, которые будут Делать пересадку или черенкование Тех или иных растений Где-то они одной рукой положили туда Положили сюда, потому что В основном они работают там Трудочасы или там как-то Получают зарплату, поэтому им все равно Это голденсмарагд Или это аурея нано В принципе для них это все одинаково Или допустим там Кедр это гималайский, либо это Ливанский, либо голубая ель Либо еще что-то То есть им это абсолютно одинаково Вот, поэтому В этом, конечно, тоже желательно Разбираться Вот, вот такие вот бывают Нюансы Вот такие случаи Потому что часто задают мне вопросы Почему вот так, а почему не так А почему вот это Вот, отвечаю на эти вопросы Поэтому решил снять вот такое вот видео Именно Чтобы было у людей понимание Не просто бежали там Картинку покупали Товарный вид и так далее Обычно товарный вид Красивое Растение, оно выращено Либо в тени где-то Либо в притененке выращено Либо еще как-то Мне многие вот говорят Я начал выращивать кипарисы Из семян Высадил за калиткой У себя Во дворе высадил Человек говорит Не занимайся ерундой Они у тебя жить не будут До первой зимы Прошло уже 4 зимы 4 зимы Мои кипарисы выдержали И минус 18 Они выдерживали И вот в горшках Вот видите Каждый год У меня кипарисы растут И так далее Да, за зиму У меня часть кипариса Вымерзает И их выкидываю Но те, которые не вымерзают Идут дальше Размножаться Дальше идут В рост И так далее Сейчас у меня Мои кипарисы Уже На моих кипарисах Есть уже шишки На следующий год Я с этих шишек Соберу семена Это уже будет Конкретно Морозостойкий сорт кипариса Который будет В принципе Эти кипарисы Они геленджикские Из геленджика Собраны семена В принципе Они у нас зимуют Уже несколько зим Перезимовали Даже в горшках Вот Поэтому Слушать всех И так далее Ну Кто-то Эти кипарисы Будет выращивать В тепличке В какой-то притененке У меня они растут Прямо на открытом Под открытым небом Под открытым солнцем Ну естественно Которые вздыхают Я их просто выкидываю И все Я их там не выхаживаю Еще что-то Я просто выкинул и все Те которые Максимально живучи Максимально Те соответственно И высаживаются В открытый грунт И идут дальше На размножение Дальше идут К людям Люди приобретают Да Товарный вид Может быть Не достаточно Как красив Как в каких-то Как в каких-то Садовых центрах И так далее Но в общем Итоги Вот смотрите Болотный кипарис Вот за сезон Вот Вот за один сезон Это этого года Вот метр Почти Сантиметров 80 Наверное Вот такие болотные кипарисы Вот Из семян выращены В принципе Имеют довольно Нормальный Наварный вид Нормально растут Без всяких удобрений Без всякого Этого самого Использую Вот такой вот Мешок Мешки такие С землей Агрикола покупают Да Дорого получается Но земля хорошая Я покупаю Она Уже с удобрением Внутри Пролитая То есть я в него высаживаю Там не только азот Там и Куча-куча микроэлементов И так далее То есть растение Нормально растет Нормально развивается В данном грунте Грунт мелкий То есть вот Вот такой Не то что там Вот видите Вот такой грунт У него Вот Не то что там Сплошные нитки Или сплошные Вот такие Как знаете Как торф Такой вот Как нитками Вот Нет В нормальном состоянии Все высадил И обязательно Нужно полить Хорошо Хорошо полить Чтобы полностью Ком пролился При посадке Вне зависимости Дождь идет Или обещают Дожди При посадке Обязательно Полить Даже при Высадке Особенно при высадке В открытый грунт Если вы высаживаете На постоянное место Обязательно Надо хорошо Пролить Хотя бы Минимум Ведро воды А лучше Ведра 2 Налейте воды Чтобы прям Вода стояла Вот Все Полили И Спокойно Можете заниматься Своими делами Я вам не говорю Два года Два года Или там два месяца Не надо поливать И так далее Поливайте Естественно Раз в неделю Стабильно поливайте Причем обильно поливайте Вот Идут дожди Сами смотрите Как и что Переливать растения Не надо Люди иногда Залюбливают Свои растения До такой степени Начинают Подкормки Какие-то покупать То одни Подкормки Насыпят То другие Сжигают Корневую систему Начинают Поливать Их каждый день Переливают Соответственно Корневую систему Корневая система Загнивает Потом звонят И говорят Знаете У нас сдохло Растение Вот вы сажали У нас растение Оно у нас сдохло Как можно Убить растение Которое было С закрытой Корневой системой В горшке В огромном Купленном Вот Люди умудряются Такие растения Убить Просто За лето За несколько месяцев Просто убить Либо переливают Либо какие-то удобрения Либо какую-то химию Под него наливают Я не знаю Что они покупают Где-то там Вычеты Где-то в интернете Насмотрятся Растения Надо любить Но залюбливать Их не нужно Надо давать им Возможность Самостоятельно Расти Естественно Нужно Растениям Давать уход Без ухода Растения Расти не будут Вот Это Перед осенью Вот Перед Осенними посадками Вот решил Снять такой ролик Чтобы Ну возможно Кому-то он будет Полезен Спасибо за внимание До свидания Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...